Еще до торжественного открытия выставки посетителей было много. Сочинцы приходят сюда, чтобы заказать молебны, приобрести иконы, православные сувениры, литературу, прикоснуться к привезенным святыням. Одной из таких икон является чудотворная икона Божией Матери, экономиста из Республики Беларусь. Обычно около нее молятся об избавлении от бедности и разорения. Все мы как-то ищем определенной, современным языком говоря, экономической стабильности, какой-то определенной защищенности. Так вот с Божьей помощью и молясь предэкономистой, многие люди получили просимое, получили милость Божию. Отсюда множество навесок, благодарений. То есть люди молятся, получают просимое и благодарят причистую за те чудеса, которые она являет в нашей жизни. Работа в выставке традиционно начинается с молебна и официальной церемонии, в которой принимают участие благочинные церкви Сочинского округа протеерей Андрей Дубровский. Впервые на выставку доставят частицы мощей святителя Иоанна Златоуста. А участниками стало более ста монастырей и храмов России, Белоруссии, Украины, Молдавии и Черногории. Их православные товары, одежды и подарки к праздникам всегда привлекают внимание посетителей. А многие приходят, чтобы просто пообщаться со священнослужителями. Всегда выставка православия – это не только торговые ряды, а прежде всего это, конечно же, духовная и деловая программа. Ежедневно будет на выставке и молебны, и православные лектории, где православные священники будут поднимать самые интересные и самые душещипательные темы, как для детей будет встреча с школьниками, так и для взрослых. «Задай вопрос священнику» – это отдельная программа, которая всегда реализуется на православной выставке. Можно помолиться вместе с настоятелем храма Иоанна Богослова села Карамышева, отцом Николаем, за бездедных, об обретении радости материнства. В гранд-отеле «Жемчужина» православная выставка будет работать до 22 октября, часы работы с 10 до 18. Елена Авсецна, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ.